приветствую тебя дорогой мой друг я прекрасно знаю что ты очень сильно ждешь открытие охоты на водоплавающую дичь но в нашем регионе открытие будет 7 сентября а это значит что нам надо ждать еще три недели но мы не просто будем ждать эти три недели а мы будем проводить их с пользой и сегодня дружок мы стрельнем на 600 метров с моего карабина remitton 700 влс 308 калибре и стрелять мы будем в такую мишень это большой такой лист обоев и на этом листе нарисован квадрат со стороной 13 сантиметров я не знаю чем я думал когда я его рисовал я думал что это полминуты но по сути это полминуты на дистанции в 900 метров но наш 600 метров 1 минут это 18 сантиметров а полминуты это было бы 9 сантиметров ну что ж друзья а делаешь будем стрелять маленько вот больше чем полминуты но маленько меньше чем одна минута но в любом случае если все пули лягут у нас в квадрат то есть это будет уже неплохо но тем не менее друзья торопиться пока рано надо сначала стрельнуть но потом когда друзья мы стрельнем и поработаем по гонгу гонг это 14 с половиной я не знаю будет ли по нему смысл уже работать но я думал что будет смысл ну хотя я уже не сдам он по сути больше этого квадрата и самое друзья главное это сурок мне очень важно на любой дистанции попадать ему в голову либо шею ну хотя бы грудную клетку но это уже плохо надо в голову либо в шею тоже по расстрелим посмотрим куда пули вы прилетят и друзья у меня есть еще очень интересная как бы такая вещь это каска солдатская каска советская времен великой отечественной войны то есть честно говоря она мне уже год лежит и я все это время думал как ее проверить я прекрасно понимаю что на дистанции 100 метров ее пробьет практически наверное любой калибр да и сегодня мы стрельнем на вот этой дистанции на 100 метров я также закреплю на один из углов ее вот так вот наверное либо на ту сторону но потом уже когда будем по гонгам работать стрельнем и по каске и посмотрим пробьет ли пуля даже не охотничая а спортивная потому что лапу а сценар 167 грейн это спортивная пуля с пустым носиком и его она не обладает каким-то супер про объемным там действием да но как бы но энергии в ней много то есть потом посмотрим какой будет ущерб по каске посчитаем сколько джоули в нее полетела но в любом случае я уверен будет интересно поэтому я сейчас беру штатив один собой с камеры одну камеру ставлю здесь и мы начинаем стрелять стрелять но я потом скажу сколько точно туда метров потому что в данный момент когда я меряю отсюда до туда там получается дерево а посмотри дружок сам что мы там видим так уровень ушел дистанция уже большая и солнце как раз таки оттуда светит и камера просто засвечивается и не хочет ничего показывать но в любом случае когда будем там одна камера будет здесь одна там все это заснимем я все расскажу ну все друзья пошли стреляем стреляем пять раз на холодный чистый ствол естественно первый будет выстрел стреляем вот поэтому здоровеннейшему квадрату я думал меньше будет но потом уже приходим смотрим анализируем ставим гонги мишени и работаем друзья будет интересно поехали вот так друзья выглядит наша мишень на дистанции 603 метра у этой камеры оптический зум 20 такой вот ландшафт очень сильно все ярко засвечено стрелять мы будем вот с этой позиции у нас ветра нет погода идеальное время 8 57 повезло вчера был дождик такой небольшой ну короче не погода вчера была сегодня все в порядке в итоге 603 метра на деривацию сделал один клик это равен 6 сантиметров и получается поправка по вертикали составила 5 мрад 5 мрад это 50 кликов но в сантиметрах это 301 сантиметр вот на 301 сантиметр пуля упадет вот только начал говорить ветерок начал маленький но я надеюсь что он нам не помешает начался ветерок и еще друзья квадрат очень большой поэтому буду целить верхний правый угол потому что оптика мне позволяет это делать а я почему-то все-таки вот рисую полный полминуты полминуты это реально много и плюс ко всему я еще обсчитался эти самые полминуты тут полминуты должно быть 9 сантиметров а я сделал 13 ну про патрон вы уже знаете из прошлой серии про пулю я уже сказал потом посчитаем джоули 5 патронов я отложил это именно для работы по мишени ну все друзья работаем я не в наушниках но я в берушах именно поэтому мне маленько некомфортно говорить когда ушах что-то есть как когда в наушниках даже в неактивных разговаривать проще в берушах ну все друзья как и говорил выцеливают правый верхний угол надеюсь что ничего никуда не ушло надеюсь что там камера не села попадание вижу маленько правей мы маленько ниже ну я думаю это был бы сурок буду тратить время ресурс глаз камера все снимает и и Продолжение следует... Ну не знаю, друзья, хорошо ли, плохо ли. Друзья, я тут буду вот так вот маленечко тень создавать, потому что если я тень не создаю, получается засвечивает сильно и ничего не видно. Вот видите, только ухожу, ее не видно. Смотрите, вот она наша мишень. Как я говорил, стрелял в правый верхний угол. Я почему-то подумал, что вот эта пуля, но она реально... Получается, я вот эти вот отверстия не вижу на 600 метрах, а вот это вот, короче, принял за пулю. Именно поэтому подумал, что первый выстрел лег вот сюда. И тут смотрите, какая история. То, что пульки ниже и левее ушли. Вот основная группа ИС-3. Тут вообще пуля в пуля, вот тут прям хорошо по трем. По трем тут реально получилось, там 2,5 сантиметра. Это прям очень круто. Смотрите, влево я сделал один клик, это 6 сантиметров, на деривацию сдвинул. И получается... И получается еще... Вот ветерок у нас как раз-таки справа налево маленечко начал дуть, примерно вот 0,5-1 метр в секунду. Как раз вот он и дает такой отрыв. То есть на деривацию можно будет в следующий раз не брать. И теперь смотрите, друзья, какая у нас история. Одна пулька... Вот я надеюсь, что вот это на холодный ствол, на чистый ствол. И мне его просто надо будет запомнить. И еще какая история, друзья. Вчера был на охоте, стрелял с этой же винтовки, этим же боеприпасом. Добыл двух сурков. Одного на 401 метр и одного на 210 метров. Вот. Потом я пострел по мишеньке. И пулька у меня прилетела на 1 сантиметр ниже центра. Но я подумал, ну все, по центру клево, все, но вот на 1 сантиметр ниже. И я подумал, да пустяк, что заморачиваться, 1 сантиметр смысла нет. В итоге вот 1 сантиметр на дистанции в 600 метров вырос уже 6 сантиметров. Ну вот как раз, вот видите, вот тут вот, ну реально, ну на 7 сантиметров. Может быть еще скорость маленечко неправильно я как бы посчитал и так далее. Но факт остается фактом, то что, смотрите, по 4 считаем поперечник. Поперечник 9 сантиметров. Ну там 9,1 буквально. Ну мы помним то, что по 1 минута это 18. И получается как раз таки 0,5 муа. 0,5 муа и получается вот, ну вот по дальним, если посчитаем. По дальним получается там 16. Это получается в любом случае меньше 1 минуты, все равно меньше 1 минуты. Но я надеюсь, что все-таки это был там холодный отрыв. И вы его видели, если камера это все не засветила. Блин, сколько нюансов. Вот солнца нету, плохо, солнце есть еще хуже. Вот в итоге, я надеюсь, вы сейчас вот видите, вот так вот. Вот сейчас вы, наверное, всю кучку видите, да? Вот это вот я надеюсь, чтобы был холодный отрыв. И просто его надо знать и учитывать. А последующие все должны быть вот так вот. Сейчас что, друзья, делаем? Делаем, мы, короче, меняем, снимаем щит. Как я и говорил, вешаем гонги. И стрельнем по гонгам и по каске. По гонгам и по каске. И еще какой момент, друзья? Какой момент, друзья? Я уже сейчас буду бороться с ветром, по крайней мере. И сделаю один клик выше. Потому что, ну, видно, что один клик надо выше делать. Все-таки 0 должен быть четкий на сотке. Прямо если 0, это должен быть 0. Никаких там, чуть-чуть. Вот. Ну все, друзья. Вот, меняем. Ветер поднялся. Ветер поднялся. Установили мы наши гонги. Вешаем каску. Вот, пусть она... Вот тут такой вот механизм есть, кто не знал. От того, чтобы на голову она одевалась, удобно было. Чтобы не прям железка. Вот, ну, прям. Вот так мы сейчас вешаем. И будем вот куда-нибудь вот сюда стрелять. Хотя, наверное, в нее чаще вот сюда прилетало. Ну, давайте вот так вот, ладно. В лобовую, что называется, сделаем. Сейчас я тут... Сейчас я тут сделаю. О, вот так вот каска. Вот так вот поставили каску. Вот это прям, как бы, лобовая часть. Я думаю, она самая крепкая. Ну, вот будем в нее стрелять. Ну, сначала стрельнем в нее. Для того, чтобы... Когда будем стрелять там в гонге, то тут явно будут осколки пули. Ее может просто снести. А мы сначала будем стрелять в нее. На старте 839 метров в секунду. Приблизительно. Я думаю, что все-таки маленько я ошибаюсь по ней. А скорость у цели метров в секунду 487. Итого здесь будет 1285 джоулей. Представьте, 1285 джоулей прилетит вот сюда. Посмотрим, выдержит мне или нет. Ну, тут примерно 1-1,5 миллиметра. Ну, вроде бы бронированные стали. Посмотрим, друзья. Так вот, друзья, добрался до стрелковой позиции. В ушах у меня снова беруши. И давайте ветерок померяем. Но местами до двух доходит метров в секунду. Местами там метр в секунду. Вот, дует он примерно часа на четыре. Ну, я всю дорогу шел, смотрел. То есть, часа на четыре. Давайте посмотрим на четыре часа. Так, точно. Ну, поставим 1 метр в секунду. Хотя он на самом деле прыгает. То есть, это получается на 13 сантиметров. Он уже туда уйдет. Ну-ка, а если 1,5? 22. То есть, из-за ветра, друзья, можно прям промахнуться. Вот даже 1 метр в секунду может дать промах неплохой. Ну, то есть, давайте 1,5 поставим. 1,5. 1,4. Вот, вот сейчас угадать надо, друзья. Вот сейчас прям аналитика. Так, 22 с полтора. Ну-ка, давайте 1,3 допустим. 1,3. 1,8. В любом случае, 3 клика. Ну, что, друзья, ну, надо пробовать. Вот видите, сейчас порывом подул. Только сейчас он ветер, направление уже сменил. А если на 5 часов? Хоба, сразу 11. Представьте. То есть, буквально вот чуть-чуть поменялся. Вот, с 4 до 5 и уже 10 сантиметров. Ну, давайте 2 клика сделаем, друзья. Стрельнем по пару раз, посмотрим. Плохо еще то, что я не буду видеть, куда у меня пули уходят в случае промаха. Я вот смотрю, ребята стреляют, где вот такие красивые там каньоны. Они ставят за ним, как бы гон, даже на километр, на 1,5 стреляют. То есть, пуля улетает там метров на 7-8 в сторону. И он это видит. И он просто по сетке, ну, замерил, допустим, 3 мила, 4 мила ушло. Он просто поправку вот эти 3-4 мила делает. Прямо тут же. И все у него четко прилетает. То есть, это как бы... Ну, это, друзья, особенность ландшафта. Вот. У нас, как бы, видите, такой... У нас такой привилегии нет. Ну, я два клика, в общем, делаю. Туда. Наоборот, куда я... Мне же надо сюда и ступать, сдвинуть. И все правильно. Что-то маленькое задумался. Когда просто стреляешь, это одно. А когда еще что-то на камеру там высчитываешь. Маленько правее лежал, когда в прошлый раз стрелял. Маленько в другое место лег, уже трава. Ну, как бы, что поделаешь. Снайперам явно сложнее, чем нам. Ветер поднялся. А, ну и на один клик давайте приподнимем. Можно, как бы, по выносу было стрелять. Но я все равно по центру хочу. Стреляем в каску. Маленько ветерок задул. И уже даже не могу нормально удерживать. Тихо. Ну, давайте стрельнем. Промох, друзья. Окей, давайте тут один клик обратно вернем. И тут один клик вернем. Может быть, по ветру перекрутил. Не понимаю, в чем дело. Давайте тут ноль вернем по ветру. Непонятно, друзья. По каске я не могу почему-то попасть. Ну, давайте по сурку снимем. Он повыше. По нему видно будет, куда пуля попала. Стреляю чисто в голову. Вот сейчас заметил, левее ушло. Сейчас левее ушло. Просто, друзья, кучку собрать. Просто. А вот. Давайте по сурку. Там видно, хоть куда пули падают. Так, друзья. Непонятно. Чувствую я сжиганием патронов. Это пахнет. Вот тебе, казалось бы, 600 метров. Простая дистанция. Ну что ж, друзья. Сказать. Понимания у меня нет, куда пули летят. И ствол уже нагрелся. Я уже, что получается. Шесть раз подряд стрельнул. Давайте сейчас маленько подождем. И стрельнем. В общем, друзья, последний патрон. Честно, уже не знаю, что куда крутить, что куда целить. Ну все, друзья. Патроны кончились. Вот прям я расстроен. Я расстроен. Одна пуля явно, вероятно, вот от каски. Вот сюда вот прошла. Тут маленько задело. А там он прям дырочку видно. Но я сейчас вам ставлю крупным планом. Задевание. И вот отверстие. Вот. Ну представьте, да, вот тут снос получается. Я делал по два там. Ну я по-разному, как бы, разный вынос и делал. По-разному стрелял. Но даже если вот так вот считать, там 30 сантиметров унесло от точки прицеливания. В последний выстрел было такое ощущение, что маленько там качнулась каска. Как раз таки, наверное, тут вот пуля прошла. И она как-то там или мне показалась. Но, по-моему, было движение. Но та камера, кстати, села, друзья. Как я всегда и переживал. Потому что я пока один раз поставил, сходил. Второй раз по траве. Это достаточно таки непросто. Давайте сейчас что сделаем. Замерим тут ветер. Там, если ветер был на 5 часов, тут на 3, даже на 3-4 часа. Там он был у меня 1 метр в секунду, полтора. А тут уже 2,5-3. Видите, какая разница. Из-за ландшафта чуть-чуть. Естественно, это все дает, как бы, вот эти вот 30 сантиметров. А сюда, друзья, как бы у меня двойственно такое чувство. Благо мы успели приехать без ветра пострелять. Как бы, ну, рассчитываешь на одно время у меня, да? Пока доедешь, пока поставишь гонги, пока снимешь. Это все долго. Если бы я просто приехал, быстро поставил, там, стрельнул. Было бы проще. И я бы даже без ветра успел бы все это сделать. Но на камеру я каждый раз штатив собираю, провода вот эти все сворачиваю. Ну, я вот иду, у меня две руки забиты всего. То есть это довольно-таки тоже время отнимает. И вот из-за этого мы, друзья, не успели. Но, тем не менее, что мы выяснили. Я надеюсь, что все же первый выстрел, когда мы еще стреляли в лист, это был на холодную, а потом кучка у нас получилась примерно 0,5 муа. Это довольно-таки даже неплохо. Я очень рад, потому что в среднем у меня на 100 метрах получается 0,5 муа. Да, бывает, как бы, часто, очень часто бывает 0,3, реже 0,2 и 0,1. Но вот больше 0,5, ну, я не припомню, вот именно с вот этой пулей. Там и с Нослером у меня прям проблемы мои были. Там 0,7 было, да, постоянно. 0,5 это уже за радость. Здесь 0,5 это стабильность, бывает меньше. Я надеюсь, что все же отрыв был именно на холодную. Если это все так, то надо работать с ведром. Ну, естественно, я вот расстроился с ведром. Я не знаю, как его делать. Я очень расстроился, что мы не попали ни разу в каску, потому что, ну, я думал, это будет очень интересно. Но мы в нее еще стрельнем. Ну, теперь у нас будет серия обзываться не снайпер против советской Кайкаски времен Великой Отечественной войны, а просто Рем-700 на 600 метров, как бы. Ну, то есть, как-то так. То есть, была бы совсем другая серия. А сейчас мы просто отстреляли, сделали тест, и получается, я 15 боеприпасов сжег вот сюда. Где-то там я иногда видел, в тех кустах, земля взлетала. Ну, все левее было, друзья. Все было левее. Насколько левее, то есть, я и по милам смотрел. Ну, в итоге, 15 боеприпасов я сжег, и ничего не получилось. А оно и хорошо, что у меня было всего 20. Получается, 5 раз мы отстреляли первую серию, и 15 я сжег на борьбу с ветром. Было бы у меня 100, я бы сейчас, наверное, все 100 сжег. Это хорошо. Главное, вовремя остановиться. Вот, видите, опять порыв жесткий. Ну, видите, он-то есть, но нет. Я вот, честно, для меня это загадка. Я уверен, что здесь как-то вот это все бы летело. Если бы я стрелял в лопатку лосю, допустим, да, пуля прилетела бы в лопатку. И, ну, это не было бы чисто битой. Это был бы подранок. Потому что вот, ну, вот если вот сюда все пули укладываешь, это четко. Это по месту все, по сердцу, да, придет. Если уже где-то это легкие, с пробитыми легкими он долго может ходить. То есть, друзья, отсюда вывод. То, что винтовка стреляет, патрон меня устраивает, но мне надо учиться с ветром. Вот сколько уже время прошло, а я все стреляю, стреляю. И уже даже выстрелы у меня есть. Самый дальний сурок на 458 у меня добытый. Самый ближний на 210 в этом году. Хотя в том году у меня был самый дальний на 240. То есть, ну, практически в два раза дистанцию там уже вырастил, да. Ну, и так же с ветром было мне промахов по суркам. Ну, так же с ветром удавалось мне его там добыть. То есть, эта борьба с ветром такая очень сложная. Ландшафт, это, друзья, вот честно, для меня это прям проблема. Но, тем не менее, я буду работать, я буду стараться. И рано или поздно все у меня получится. Я надеюсь, друзья, что вы так же не отступаете и всегда идете до конца. От меня вам, друзья, огромной удачи. Увидимся уже через неделю. Пока.